В октобе прогремел мощный взрыв. Там взлетело на воздух СТО. Все произошло глубокой ночью. Клиентов в мастерской в это время суток не было. Однако без жертв, к сожалению, не обошлось. Погиб 68-летний охранник станции. Спасатели говорят, взорвалось газобаллонное оборудование одной из машин, которая находилась внутри. То есть с ГБО явно могло быть что-то не так. Эльмира Ержанова о том, контролируется ли рынок установщиков газовых баллонов и дает ли вообще кто-либо гарантию безопасности. Мощный взрыв на станции техобслуживания в октобе прогремел в начале четвертого ночи. На месте происшествия работали десятки спасателей. Взрыв разрушил здание в 600 квадратных метров. Главной задачей было найти охранника СТО, который в ту ночь был на дежурстве. Тело мужчины обнаружили под завалами утром. По данному факту департаментной полиции Акчубинского области начато досудебное расследование по статье 292 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан нарушение требований пожарной безопасности. Предварительно обрушение и пожар спровоцировала утечка газа из автомобиля. При этом почти половина из 11 машин, которые в момент взрыва находились в ИСТО, также были оборудованы газобаллонными установками. Пожарные уверяют, нахождение таких авто в теплом помещении равноценно бомбе замедленного действия. Здесь самое время напомнить, что с прошлого года в стране введен запрет на въезд автомобилей с газобаллонным оборудованием в подземные паркинги, жилых домов и торговых центров. Споры вокруг этого решения не утихают до сих пор. Есть специальный поплавок, который позволяет наполнять эти баки всего лишь на 80%. 20% резервного пространства остается для расширения этого газа, чтобы безопасно принять это расширение, держать. Однако многие наши, скажем так, в кавычках умельцы убирают этот поплавок, чтобы на 100% заправляться на заправках и дальше проехать. Контроля, как такового, со стороны местных органов или силовых структур здесь никакого быть не может. Прежде всего, совесть и чувство ответственности самих владельцев. Кстати, если говорить об ответственности владельцев, чтобы заправлять свой автомобиль не бензином, а газом, надо написать заявление в полицию, после чего можно отправиться в любое СТО и установить газобаллонное оборудование в машину. Далее следует испытание в специальных лабораториях, затем проводится внеочередной техосмотр. Внимание, в частной компании. И в заключение, в автоцоне ставят отметку в техпаспорт. Все, владелец машины вправе ездить за счет газомоторного топлива. Этот вид горючего выбирают все больше автовладельцев, потому что газ дешевле бензина в несколько раз. Только в Актюбинской области, к примеру, из 158 тысяч машин 45 тысяч на газе. Установить газобаллонное оборудование в Актюбе, допустим, на машину российского производства в среднем стоит около 150 тысяч тенге. Агрегат нужно будет проверять ежегодно, а через каждые 10 тысяч километров менять фильтры, говорят специалисты. Но на деле не все водители придерживаются этих требований. Эльмира Ержанова, Азамат Кубригенов, специально для Студии 7.